Здравствуйте, меня зовут Лея Елена Сергеевна. Я являюсь старшим преподавателем кафедры геологии и разведки настраждения и полезных ископаемых Кыргандинского государственного технического университета. На прошлом занятии мы закончили изучение осадочных горных пород. Были рассмотрены такие вопросы. Как образуются осадочные горные породы? Какая форма залеганий у осадочных горных пород? Также рассмотрели основные текстуры и структуры осадочных горных пород. Все стадии литогенеза, их 5. Это гипергенез, седиментогенез, диагенез, катагенез, метагенез. И также рассмотрели агенты переноса, когда у нас осадочный чехол, когда у нас рыхлый осадок переносит с одного места на другое и преобразуется в осадочную горную породу. Также рассмотрели, какие горные породы осадочные бывают. Их минеральный состав, их химический состав рассмотрели. И сегодня уже переходим к последнему классу горных пород. Это метаморфические горные породы. И сегодня лекция будет посвящена именно им. О стадии метаморфизма, как образуются метаморфические горные породы, их минеральный состав и так далее. Лекция номер 6 по дисциплине петрография для бакалавров специальности геологии и разведка в месторождении полезных ископаемых. Тема лекции. Общие сведения о метаморфизме, главные факторы метаморфизма, типы метаморфизма, минеральный состав метаморфических пород. Цель нашего занятия познакомиться с таким понятием, как метаморфизм, рассмотреть его факторы, типы метаморфизма и рассмотреть минеральный состав метаморфических горных пород. Итак, план лекции. Все эти подтемы мы будем с вами рассматривать. Начали факторы метаморфизма, дальше рассмотрим типы метаморфизма. Это региональный, контактовый метаморфизм, динамометаморфизм, метасоматоз, ультраметаморфизм и ударный метаморфизм. Итак, начнем с самого начала. Что такое метаморфизм? Что такое метаморфический процесс? Метаморфиз переводится как превращение. Это процесс перекристаллизации горных пород в твердом состоянии, протекающие в недрах земли под действием либо повышенных температур и давления. Также фактором метаморфизма еще могут быть различные флюиды, которые содержат в себе химические элементы. Основной причиной метаморфизма является перекристаллизация при изменении термодинамических параметров среды, температуры и давления, и различная устойчивость минералов в тех или иных условиях. Так как у нас минералы могут быть активные, могут иметь различные устойчивые характеристики, в зависимости от этого у нас образуются разные метаморфические горные породы. Итак, условия появления метаморфических процессов. В зависимости от того, в каком направлении при этом меняется температура, метаморфизм подразделяется на прогрессивный метаморфизм и регрессивный метаморфизм. То есть как у нас изменяется температура. Прогрессивный метаморфизм у нас протекает при повышении температуры. Ассоциации минералов устойчивых в условиях относительно низких температур замещаются другими, более высокотемпературными. Прогрессивный метаморфизм у нас протекает при понижении температуры. Когда мы говорим про метаморфические процессы и про температуру, чаще всего все думают, что это только повышение температуры. Хотя метаморфизм может у нас происходить и при понижении температуры. Такой метаморфизм называется регрессивный. В зависимости от температуры прогрессивный и агрессивный. В зависимости от того, происходит ли привнос химических элементов, либо вынос их, метаморфизм подразделяется на два типа. Изохимический метаморфизм и алохимический метаморфизм. Чаще всего его называют метасоматоз. Изохимический метаморфизм происходит без изменений исходного химического состава горной породы. То есть никакого привноса у нас нет. Изохимический метаморфизм и алохимический метаморфизм происходит, когда химический состав горной породы претерпевает разнообразные изменения. То есть здесь в данном случае может быть привнос какого-то нового химического элемента, либо вынос химических элементов. И в зависимости от этого у нас химический состав горной породы будет приняться. Основные факторы метаморфизма. Как я уже сказала, это различные термодинамические условия, к которым относится температура. Как мы уже выяснили, она сможет либо повышаться, либо понижаться. Это может быть давление стрессовое и петростатическое. Что такое петростатическое давление? Это давление, которое испытывает на себе горная порода за счет вышележащих толщ. То есть вышележащие породы, они давят на нижележащие породы. Это как раз таки является петростатическим давлением. И это может каким-то образом видоизменить нашу породу. Следующий фактор это у нас химически активные вещества. Классификация процессов метаморфизма. В зависимости от условий проявления, масштабов распространения данных процессов и роли того или иного фактора, выделяют следующие типы метаморфизма. То есть факторы метаморфизма, которые мы с вами рассмотрели, их три, температура, давление и флюиды, они могут быть либо какой-то один фактор присутствовать, допустим, только температура повышается, либо только давление может влиять на горную породу, либо флюиды, либо все три параметра вместе быть. В зависимости от этого у нас бывает метаморфизм региональный, бывает контактовый, бывают динамические метаморфизмы, динамометаморфизм, либо ультраметаморфизм.